Это была одна из виде батареи, защищавших наш город со стороны моря. Ее все равно сели имена царствующего дома, сына и внуков Екатерины Великой, основателя Селостополя. В 1883 году Селостопольское другое принимает решение здесь, на руинах батареи, разбить бульвар, назвать его Приморский. Приморский бульвар у нас с вами по правому порту. Он был открыт 3 августа 1885 года. В 1905 году бульвар перепланировали. Именно тогда, в 10 метрах от берега, был возник памятник затофельным кораблям. Он перед нами. Это памятник кораблям, что в годы Крымской войны были изготовлены при ходе на рейд и не пропустили в наши вовты враждебную Англофанко-Туринскую скамеру. Краинная скала словно вырастает из моря. На вершине ее стеби метровая колонна из шлифованного теорита, улеченная в ротовую кругу Амур-Лок. За памятником на подборной стене бульвара перекрещены Таралтейские якоря. Это память о матросском восстании 1905 года. Тогда, в ноябре, в этом вовте стоял мятежный крейсер «Ачапа» под командованием лейтенанта Шмидта. Стихийное матросское восстание, оно было быстро и жестоко подавлено. На доле мы видим над дворем возвышаются, так называемые, гостевые тримоны. Здесь проведут, что принимает порог кораблей. День Черноморского фнота, самый царевичный праздник года, он проходит в последнем взлетении в Киеве. Закончатся набережной Николаевским мысом, вот в самое ее окончании, ступенями спускается море в панели кричал. Здесь находится посадка. Такие посадки перевозят пассажиров через мосту и являются наши морские муниципальные страны. Посмотрите, далее на берегу уже появились праздники, уменьшенные и поставлены там. Мы с вами подходим к параму и отвечаем к пеноскополе, а это их праздник. Войнах вон я получила поддельную праздник, а вторую пеноскополе. Впоследствии раздавал войну, в число своего губернатора, пошел парадок, 20-го, 20-го лета, в целом в дереве, а в окра подставила парадок, который вся шелка, войнучка, поддуманного, 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 поддуманного. А на полюбищнике есть ростные приставки, объявленные в 1816-м году. Черноморский флота предокомандовал легендарный адмирал Михаил Федорович Гнадий. Мы сейчас с вами проходим мимо причала у вокзала. В Америке швартовалось научное судно, профессор Владимирский, а вот за ним на полюбе, невыпоминное здание с полонами под российским флангом, это штаб Черноморского фланга. Далее начинается центральный фланг города, но на самой высокой дворчике центрального фланга, на Кунинепо, мы с вами видим собор под Новослим Христом. Это один из двух классиверных соборов Севастополя. Второй находится на улицах античного поля Севастополя. А перед нами сейчас высыпальнице прославленных адмиралов. Михаил Федорович Гнадий Митрович, малосерево-чинецов, руководителей первой обороны Севастополя, адмиралов Натимова, Картина. Он несколько правее собор, не ближе. Здесь мы видим зеленую крышу здания, на второй разбивается три колода. В этом здании находится на севастополе Севастополя. Мы нарезали первые корабли, в общем, 150, с вами используется врач. По боковой части мы видим орудия 1 из 2 артерии, ну, артерии 2 панельсов, АК-6, 3. Имея скоростыльность 6,8 минуты, служит для самообороны корабля, поражает и на взводные плоскости века, и авиация. Ну, на малых расстояниях высоток до 4 километров. Ну, прямо у нас по курсу, здесь корабль туда больше, на нашу, тут носовая часть у нас нужно передано. Это большой десантный корабль с проекта «Рокопов», такие, прежде чем, больше строят в городе Севастополя. Такой корабль на борту несет баталье дворской пехоты 10 до 20 единиц правой части. В этом туре Севастополя производится в носовой части, при этом отрываются на подъеме, опускаются отборы и уходят на взводные плоскости. На этот десантный корабль, это когда пересажение оборудованной, в одежды маркетинге, в этом туре мы идем здесь специально властно виситание, плоскость. Статковая палома приходит после вас, посквили с паразон. Выражаете на носу корабля, по виду, правда, без ветра, красный, тихи и белый. Называется он плюс, не означает раз, даёт раз, а значимость и классного вооружения. Ну, если мы четыре три часа начинаем с первого, вот и час перед нами, коробки, по-моему, врат. А далее на ядре стоит потерра, значит, архитальная сонная пехота. В северский период построено было 4-5. Для каждого из вас, на мой наконец порождались кадры, которые на борту возле автономного профилюнального личного персонала. Как видно, на самой части не все швартованы круглые белые бои. Такие бои на морском армонах, это швартовая или якорная плачка. Каждая кремится на три, на железную часть, но тоже на основном не основании. На его берега стоит порт СВ-23, марс-поу, порт, который можно совершать межпасовый переход. В северном месте мы проходим на воде на межпасовое. В начале северного века разваляется специфика для переграва, пока она попадала в шварточку, с ее уставили на коронавирусную основную обратно. Возможно, когда в северном, засутировано с межпасовым, в результате случаях в дороге, на воле, на улице, на железную часть, в поле, на железную часть, в поле, на железную часть. Ну что ж, при этом у нас до спорта, с фартованской бассейн, СС-27, в северный корпорации, в северный корпорации, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...